Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалтыре царя Давида, по имени Господи царя Давида и все кроты всего, и мы будем читать 29-й псалом, который имеет надписание, что это псалом Давида при обновлении дома. Это надписание есть в греческом тексте, в славянском, в синодальном переводе и в еврейской массоре. Считается, что обновление дома под последним нужно подразумевать поставление жертвенника на гумне Орное и Фусянина по окончании моровой язвы. То есть когда люди потеряли страх перед святыней Ковчега Завета, то было такое наказание. Косвенно на это указывает седьмой стих, где Господь, здесь как бы указание на события, когда Господь смирил Давида, а при его покаянии, когда была моровая язва, обратил ситование в ликование. Об этом говорит 12 стих этого псалма. Но есть точка зрения, что этот псалом был составлен Давидом на построение храма. Что Давид составил этот псалом, имея в виду, что когда его сын построит этот храм, который мечтал построить сам Давид, этот псалом будет прочитан. И мы читаем псалом песни на обновление дома Давида «Превознесу тебя, Господи, ибо ты поднял меня и не возвеселил врагов моих из-за меня». Немножко непонятно, как человек может превознести Бога, который сам поднимает нас всех и поддерживает нас. Имеется в виду, что Давид хочет превознести Бога в словословиях, которые он высылает Богу, особенно за то, что храм будет построен на том месте, которое избрал Господь. «Господи Боже мой, я взывал к тебе, и ты исцелил меня». Здесь он превозносит Бога, как того, кто приносит исцеление, как того, кто слышит молитвы, обращенные к нему. «Господи, ты извел из ада душу мою и удалил меня от нисходящих в могилу». Ну, здесь может действительно иметься в виду вот эта моровая язва, она не коснулась Давида, его дома, хотя многие пострадали. «Пойте Господу, преподобное его, поведайте память о святыне его, ибо наказание в ярости его и жизнь воли его. Вечером во дворица плач, а утром радость». Вот этот шестой стих, он такой сложный по содержанию, мы посмотрим, какие есть варианты. Возможное прочтение с еврита будет такое. «Ибо мгновение в гневе его, жизнь в его благоволение. Вечером заночует с плачем, а утром торжество». То есть речь идет о том, что наказание, которое посылает Господь, оно очень быстро проходит, а целая жизнь наша, она в воле Бога, мы живы, здоровы, мы получаем Божьи благословения. Если Господь нас наказывает, то это как бы имеет фрагментальное такое значение, а в целом Господь промышляет о каждом из нас от чрева наших матерей. И поэтому здесь и сказано, ибо наказание в ярости его и жизнь, воли его. Вечером во дворица плач, то есть человек может как бы испытать какие-то трудности, а утром радость. То есть Господь как бы соизмеряет нам, посылает испытания, а потом посылает нам и радость. И если испытание – это проявление его ярости, его милость – это жизнь наша. Мы живем его милостью. Поэтому можно сказать, что мы как бы переполнены его милостями, потому что не так уж и много неприятностей в нашей жизни. Я сказал в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. То есть когда все было хорошо, Давид восклицал, не поколеблюсь вовек. Тут некая самоуверенность могла проявляться. «Господи, по благоволению Твоему дай силу доброте моей». То есть если Господь не даст силу, то поколеблюсь. Даст силу, что значит «доброте моей». Господь поддерживает нас в добрых начинаниях, а не во злых. «Ты же отвратил лице свое, и я смущен был». То есть когда Господь посещает судами, вот эта моровая язва, проблемы разные и смущение. Конечно, огромное смущение пережил Давид, когда Господь ему сказал, что ты не построишь храм. Ведь, собственно говоря, многие псалмы Давид прямо писал для того, чтобы их исполняли левиты в том храме, который он мечтал построить, но не построил его, потому что его сын построил этот храм. И смущение мы испытываем часто, когда Господь смиряет нас, но мы должны принимать все с покорностью. «К тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюсь». Вот здесь мы видим два имени Бога, Господь, который означает меру милосердия, и Бог, который означает меру правосудности. И смотрите, как Давид молится. «К тебе, Господи, воззову, то есть к милосердному я воскликну, воззову и к правосудному Богу моему помолюсь». То есть он готов взывать к милосердию Божьему, а вот правосудность Божия – это что-то более серьезное. Здесь он готов вымаливать милости со стороны Создателя. «Что пользы в крови моей, когда я должен истлеть?» То есть какой смысл в смерти, если человек не может полноценно служить Богу, потому что когда душа выходит из тела, нет полноты бытия. «Ужели прославит тебя прах?» То есть когда душа отделена от тела, тело возвращается в прах, чем оно и было, а дух возвращается к Богу, который дал его. «Или будет он возвещать истину твою?» То есть прах из могилы. Конечно, нет. «Услышал Господь и помиловал меня». То есть когда такие мысли наполняли его сердце, Господь его услышал и помиловал. «Господь стал помощником мне». А кто больше всего помогает нам в нашей жизни? Конечно же, Господь. «Ты обратил плач в радость мне, разорвал вретище мое и опоясал меня веселье». Давайте посмотрим, как это будет звучать при дословном переводе. «Ты превратил для меня мой плач в скорбный, в пляс. Ты раскрыл мое вретище, и припоясал меня радостью». То есть здесь получается, как «Ты превратил для меня мой плач скорбный в пляс». То есть сначала все было плохо, я рыдал, а потом все обернулось ликованием, когда я скакал перед ковчегом. Давид действительно скакал перед ковчегом, когда правильно уже вносили его в Иерусалим, а не так, как внесли, но неправильно это сделали, и поэтому была муровая язва. «Ты превратил для меня мой плач скорбный в пляс, ты раскрыл мое вретище и припоясал меня радостью». То есть как бы сбросил с меня вретище и припоясал меня радостью. Это двенадцатый стих. И посмотрим окончание псалма. «Да воспевает тебя слава моя, и да не буду сокрушаться, Господи, Боже мой, вовек буду исповедовать тебя». Но здесь, конечно, немножко непонятно, что значит «Да воспевать тебя слава моя, и да не буду сокрушаться». Здесь, может быть, имеется в виду то, что все, что мы имеем пророческое и поэтическое вдохновение, то, что прославило Давида в Израиле и во всем мире, или то, что нам Господь дает, этим мы должны прославлять Бога. То есть Давид воспевает Бога самым славным образом, потому что эти псалмы действительно знают вся Вселенная. «Да воспевает тебя слава моя, то есть как поэта, как музыканта, как набожного религиозного человека, да не буду сокрушаться». Вот такой комментарий предлагают святители Афанасии, блаженный Феодорит. А святитель Василий Великий разумеет дух псалмопевца, то есть он воспевает Бога не только как искусный музыкант, а прежде всего как религиозный человек, у которого есть внутреннее качество, которое позволяет ему это делать самым таким совершенным образом. И окончание псалма «Господи Божий мой, вовек буду исповедовать Тебя». То есть пока я жив, я буду исповедовать Тебя. И на самом деле мы понимаем, что нам и вечности не хватит, чтобы прославить Господа за то, что мы имеем, что мы получаем от Него. «Господи»